Я полагаю, что всем известно Выражение Бить за цель Адептам любого вида единоборств Это выражение знакомо Об этом говорят все И наставники И тренера и так далее Но это такое образное выражение Для понимания которого Нужно как минимум время Чтобы Адепт мог это осознать Поскольку когда говорят Вот в частности У меня в руках лапа Ее сейчас называют Макеварой часто Но в моем понимании это не макевар Это лапа Не классическая Боксерская лапа Но тем не менее Макевара Вот Макеварой считается Только вот такого плана снаряда Все остальное Это уже производство Так вот Вот лапа Вот когда в частности Тем же ребятам Или девочкам В группах По занятию бокса Говорят что надо бить За лапу Останавливать удар Где-то там Вот на первоначальных стадиях Сложно вот это Образно Адепту представить Как это должно производиться Вот как ударить За лапу Вот даже если визуализировать Что удар Кулак пробивает Лапу То не сразу это удается Визуализация Потом может наложиться На техническую базу Альбитарную биомеханику Вот лично Когда мне еще В далеком детстве Вот так говорили Что бей За лапу Вот мне реально Было сложно Это на начальном этапе Понять Как я могу Ударить за лапу Как я могу Пробить эту лапу Чтобы мой кулак Оказался за целью И к сожалению Вот говоря вот так образно Мои наставники Не объясняли Не раскладывали По Таким По такой цепочке Как это производить А все достаточно просто И все опять таки Основывается Базируется На биомеханике И на структуре удара И все это опять таки Базируется На последней фазе Нанесения удара Именно вот Почему я Только что Отмечал Что именно Вот эта последняя фаза И дает Вот этот эффект пробива Мы не пробиваем В реальности Кулаком Цель Допустим Лапу Или Макевару Насквозь Чтобы наш кулак Оказался за целью Но Вот эта энергия удара Подразумевается Под этим Именно энергия удара Которая При правильном нанесении И соприкосновении В последний момент Кулака В цель Эта энергия И проходит Проходит Не сбрасывается На поверхности цели А проходит Сквозь Сквозь цель И где-то уже здесь Нивелируется Поэтому Вот это образное выражение Что надо Бить Там за 5 За 10 Чтобы Кулак Как бы пробил Глубину Ударная волна Пробила глубину На 5 На 10 На 15 Сантиметров То уже Кто как Из В зависимости от того Какой удар Наносится Вот эта третья фаза И позволяет При правильном Нанесении удара Сбросить эту энергию Вглубь Вот это и подразумевается Ударить за цель Чтобы энергия удара Не поглощалась На поверхности Это тоже Даст эффект Определённый Но это не будет Эффект Закрушительного удара Итак Наша задача Состоит в том Чтобы мы Смогли Довести энергию удара За цель Сбросить Не на поверхности Как это делается В частности При закалке Или набивки На макевари А Занести Мощь И силу удара За За цель В данном случае За поверхность Бойка То есть Со стороны Это будет Выглядеть так Что наш Кулак Уходит На глубину Это уже Первая Предпосылка Что мы Способны Пробить Пробить Внешнюю стенку Монетность Ну Грубо говоря И Завести Энергию Силу удара В глубину И вот Этому Будет Способствовать Качественное Исполнение Удара В завершающей Фазе На третьей Фазе Каким образом Это производится Сейчас мы Рассмотрим Это тоже Зависит От Вида Удара И как Этот удар Производится Сначала Мы рассмотрим На примере Прямого Удара Как на мой Счет Более Сложного В исполнении Чем Любой Иной Удар Боковой Удар Снизу Или Сверху И так далее Прямой удар Несмотря на Кажущую Простоту Достаточно Сложен В исполнении И требует Более Скоординированной Работы Всех Звеньях Ударной цели С боковым Ударом Немного Проще Там Несколько Иная Биомеханика И в итоге Получается Более Жесткая Конструкция В прямом Ударе Очень Много Таких Слабых Звеньев Слабых Если мы Не придерживаемся Определенной Техники Продолжение следует...